Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у меня в гостях Даниил Сачков, основатель Бастиона, и сегодня мы будем обсуждать актуальный вопрос искусственного интеллекта. Даниил, здравствуйте! Здравствуйте, Латарина! Здравствуйте, зрители! Даниил, в своих интервью вы очень часто подчеркиваете, что искусственный интеллект – это вовсе не интеллект. Он не способен к творчеству и не может быть умнее человека, соответственно, не может взять над человеком и человечеством человеческой цивилизации век. Но я хотела бы привести контраргумент, который высказал известный пропагандист Юваль Ной Харари, вы, безусловно, его знаете, который выступает с площадок внешнего экономического форума, с других глобалистских площадок. Так вот, в одном из своих последних выступлений, в одной из своих последних лекций он рассказал о том, что искусственному интеллекту вовсе не нужно обладать или прибегать к каким-то сложным техническим средствам, типа чипа для мозга, чтобы управлять человеком. Для искусственного интеллекта достаточно просто овладеть человеческим языком. А логика здесь какая? Человек и, соответственно, человеческие сообщества, человеческая цивилизация всегда находились под властью историй, каких-то нарративов. То есть просто пример. Все религии – это какой-то нарратив, какая-то история, а с помощью религии происходит управление огромными массами людей. Так вот, искусственный интеллект, который уже овладел человеческим языком, соответственно, начинает вступать в коммуникацию с человеком, вызывать в нем чувства и эмоции через рассказывание историй. И таким образом возьмет верх над человеческой цивилизацией и в итоге уничтожит ее, потому что за таким искусственным интеллектом может стоять как группа злоумышленников, так и внеземная какая-то сущность. Ну, это вот из лекции Ювалино и Харари, то, что он рассказывает об опасности искусственного интеллекта. И мы видим, что такие программы, как ЧАТ-GPT и российский аналог Я-GPT, они честно пишут, что мы ничего не придумываем, мы берем то, что написали в интернете другие люди. То есть, и эти программы прекрасно владеют языковыми средствами. Вот объясните, пожалуйста, с вашей точки зрения, насколько реалистичен такой сценарий, если нет, то почему? Ну, конечно, сразу я говорю, тут пару моментов. Я не говорю о том, что эти алгоритмы, называемые искусственные интеллекты, что они беспомощны, или что это не мощный инструмент, или что посредством этого инструмента нельзя управлять людьми, или что этот инструмент не может уничтожить человечество. Я этого не говорю. Я говорю лишь то, что этот инструмент, он контролируется, и он никогда не может выйти из-под контроля. Ну, сейчас никогда я не буду говорить, но в обозримом будущем все, что я знаю про него, говорит не о том, что он не может выйти из-под контроля, Просто потому что я вижу, на каком уровне я работаю с этими алгоголиками очень плотно. Интеллект – это изначально от латинского слова «выбирать», «выбор». А выбор – это от чего идет? От свободы. А свобода идет от Творца. То есть вообще понятие свободы, оно идет от того, что человек создан по образу и подобию Божьему. У Бога есть какая-то свобода. Потому что тот же Харари, если вы послушаете, у него встроенная философия, он говорит, никакой свободы нет и быть не может. Не может. Вы просто детерминированные биологические существа. Более того, как он говорит, существа, которых можно хакнуть. Поэтому здесь противопоставление очень глубинное. То есть есть ли у человека свобода или ее нет. Но, смотрите, я даже просто вернусь к тому, что вы сказали. Сама постановка вопроса. Подумайте, что Ювал Харари осуждает, может ли искусственный интеллект нам навредить. А кто такие мы? Для меня, например, Ювал Харари гораздо страшнее любого искусства. Мы с ним не мы, ни в каком смысле слова. Понимаете, подмена какая происходит? Всегда, когда они начинают говорить, мы, лопают вас по плечу, мы, вы сразу должны сказать, то вы, что вы делаете. Мы-то знаем, что вы делаете. Поэтому я сразу же, я говорю, что я не говорю, что искусственный интеллект хороший, не опасный и все такое. Нет, это не то, что как в советском фильме, там, холодное, горячее, да, на противоположность. Нет, ситуация сложнее. Но изначально все вот эти вот попытки Харари, Илона Маска, там, по-братски похлопать, нас по плечу и сказать, друзья, братья, братья и сестры, мы в опасности. Нет, 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 мы-то в опасности, но не от искусственного интеллекта на данный момент, а от Ювала Харари. Поэтому здесь нужно четко вот этот момент фильтровать, потому что здесь идет подмена, да. Теперь, касательно этого самого алгоритма. Он, безусловно, очень мощный, это мощные алгоритмы. Я работаю с данными и вообще как прикладной математикой, занимаюсь много лет, еще до так называемого искусственного интеллекта, были другого рода алгоритмы, они были не такие мощные. Эти алгоритмы, они, безусловно, имеют просто дичащую способность перерабатывать информацию. Но я вот расскажу вам вкратце, чтобы вы понимали, потому что очень много нагнетания, а когда ты не понимаешь, как оно работает, я вам могу рассказать за 10 минут, как работает вся GPT. Ну, за 7 минут даже. Это, в принципе, не так уж и сложно. Я вам скажу так, что математические алгоритмы, с которыми люди работали в 90-е годы, в 2000-е, с которыми я работал, на порядке сложнее, чем чай GPT. Нейронные сети, так называемый искусственный интеллект, очень простой алгоритм, это очень простая математика. Так вот, а он состоит из нескольких частей. Берем первую часть. Это язык. По сути, чай GPT это то, что называется математическая модель языка. Если вот когда-то были такие исследователи, один из них, Миколов, я забыл, как его имя, болгарин, кстати, очень умный человек, он подметил такую закономерность. Он стал скроить статистические модели языка. Что значит статистическая модель языка? Это значит, берем огромное количество текста, там, «Войну и мир», «Шекспира», «Интернет», там, все что угодно, да? И мы начинаем сопоставлять, что вот есть такое слово, допустим, «дождь», а есть рядом слово «гроза». И вот они с какой-то чистотой рядом встречаются, условно говоря, в одном предложении, да? Или есть там «дождь» и слово «зон», и они встречаются тоже, опять же, в какой-то очередности. Таким образом, мы начинаем понимать, что между словами существует связь, статистическая связь. И когда модель эта была, наконец, построена, поразительные вещи были обнаружены, были обнаружены, что если мы язык, слова опишем в векторной математике, просто опишем подручислами, да, то мы уже получаем картину языка поразительную. Например, мы можем взять слово «мужчина», слово «женщина», и от слова «мужчина» вычесть вектор «женщина». Получим какую-то разницу, ну, как что-то она обозначает. Мужчина минус «женщина». Потом мы берем слово, допустим, «король» и «королева», и отнимаем от слова «король» вектор «королева». И мы поразительным образом понимаем, что разница почти одна и та же. То есть, некоторым образом математическое соотношение слова «король» и «королева» соответствует соотношению мужчины и женщины. Я когда первый раз то увидел, это меня поразило. Это на самом деле удивительный факт. Там даже не так. Там можно делать словами, можно делать математические формулы, да, составлять. То есть, можно одно плюс другое, там, ну, я примеру говорю, допустим, там, вода плюс песок, там, равно, там, пляж, да. И примерно, то есть, эта математика работает, она не идеально работает, но она работает очень близко к реальции. То есть, что мы видим? Язык, на самом деле, вот когда подумаешь, понятно, что это ожидаемо, так и должно быть. Ведь язык, он состоит из закономерности. Мы так его изучаем, как дети. Мы понимаем, что это слово рядом с этим. Мы это означаем, что все понимаем в соотношении одно к другому. Мы не выстраиваем в голове некоторую модель языка. А они придумали просто математическую модель этого языка. Вот это первое, на чем основан Чайджи Петти. Он работал на огромном количестве информации, использовал мощнейшие видеопроцессоры, графические процессоры, чтобы перелопатить, ну, буквально весь интернет, все книги, там, да, все, что возможно. Вот это первое, на чем он основан. Второй момент Чайджи Петти, на чем основан. Есть дополнительный алгоритм, который вносит некоторую ясность. Например, если мы возьмем слова, такие как страна, деревня, там, город, это географические понятия, они будут похожие векторы иметь. Или возьмем, допустим, эмоции, допустим, возьмем, там, веселые, там, радостные, грустные. Они хоть и противоположные, грустные и радостные, они будут тоже похожи, да, похожи, они в похожих контекстах используются, да. Я сегодня грустный или я сегодня веселый. Это часто так пишется. Поэтому математическая модель кучкует все это. А есть такое понятие, был такой лингвист по фамилии Фир. Он написал, что в 57-м году статью про Лепра, он сказал, что мы понимаем слово, мы понимаем слово из его компании, друзей его. То есть, как бы, с кем поведешься, от кого и наберешься. Это очень просто. Любое слово понимается в контексте, что это называется, да. Была целая философская школа, там, венская школа, Людвиг Викенштейн. Они как раз об этом очень много о значении языка говорили. Это все подготовило. То есть, к примеру, допустим, в английском языке слово так, да, оно может означать спину, оно может означать сзади, может означать там backdoor. Они, этот алгоритм просто дорабатывает математику, чтобы уточнять вот эти математические значения слов. И последнее, что они делают, у них есть, называется, reinforcement learning. Это когда они задают вопрос этому Чайджи Петю, он выдает ответ. И сидит человек и говорит, ответ хороший или ответ плохой. Ответ хороший или ответ плохой. У них целая армия таких людей сидит. Поэтому, строго говоря, это не искусственный интеллект. Это машина, которая посчитала математическую модель языка, ее уточнила, а потом получила очень много информации от людей. И суть ее в том, что она на огромном, на вычислительных мощностях, которые трудно себе представить. То есть Чайджи Петю работает на тысячах компьютеров, которые стоят там десятки миллионов долларов. Вот. Значит, эта математическая модель сама по себе, она не борческая, она не может быть, она ничего нового придумать не может. Это очень важно. Это доказано раз за разом. Например, я много говорю о том, что недавно вот есть такая игра настольная, Гоу. Это, не знаю, слышали вы или нет, это гораздо сложнее шахмата. То есть шахматы довольно примитивная игра по сравнению с Гоу. Гоу там намного больше вариантов. И нейронные сети вот эти вот, они в Гоу выиграли чемпиона мира в 2017 году. И тут в 23-м какой-то парень берет и обыгрывает все нейронные сети в игру Гоу. Причем совершенно глупым кодом, который даже ребенка бы не обманул бы. Просто нашел у них уязвимость. О чем это говорит? О том, что нейронные сети, хоть они и были чемпионами мира в игре Гоу, они ничему не учатся. Они в принципе такого понятия. Когда человек учится, он обобщает информацию. Он из того, что он получается, создает новые какие-то сущности. Это творческий процесс. Они только могут повторять паттерны. И вот теперь подумаем, даже теоретически. Представим себе, что Ювал Харари и вот мы, и вот вы, и я, мы прям реально побратались, посестрились. И мы там, это мы, правда. Вот мы, я и Ювал Харари, мы беспокоимся про искусственный интеллект. Ну вот серьезно, как он может выйти из-под контроля, если он ничего нового придумать не может? Да, он может нанести вред. Но это не серьезный оппонент. Серьезный оппонент, он всегда придумывает что-то новое. Соответственно, как бы все, что я вижу из работы с этими алгоритмами детального изучения, говорит о том, что никогда эти алгоритмы не выйдут из-под контроля тех, кто их написал. Потому что тех, кто их написали, есть еще один момент, такой очень важный. В нейронных сетях есть такое понятие, называется противоборствующие примеры. Adversarial examples, по-моему, есть. У каждой нейронной сети есть слабые места, причем совершенно, ну, примитивные слабые места и многое. Например, я вам часто привожу пример, но в многонучной литературе часто используется. Неровную сеть берут, которая распознает картинки животных. Ну, это примитивно. Картинки животных даже можно, я не знаю, научить обезьянам распознавать. То есть это примитивная задача. А тем не менее, можно эту неровную сеть обмануть. Посмотрите, картинку обезьяны, добавить несколько точек, даже невидимых человеческому глазу. В нужном месте. И она скажет, что это не обезьяна, а там какой-нибудь там орел или панда. Это повсеместное явление этих нейронных сетей. Поэтому про чай-джик-вити часто говорят, что он галлюцинирует. Но это не галлюцинирует, а просто это дыра в мышлении этой нейронной сети. И вот этот дыр, дыр, чай-джик-вити, почему я называл его лживый попугай? Он эти дыры научился латать ложью. То есть он начинает обманывать. Не может ответить, но просто обманывает очень убедительно. Поэтому, смотрите, то есть момент главный в том, что эти нейронные сети не могут выйти из-под контроля. И вот эти противопорствующие примеры, вот эти слабости нейронных сетей, которые разбросаны там множествой. Их знает, знаете кто? Их знает тот, кто имеет доступ к исходному коду. То есть вот OpenAI и Сэм Уолтман, да, и Билл Гейтс, они знают все уязвимости чай-джик-вити. И если бы он вышел из-под контроля, то бы выключили их в три минуты. Мы не знаем этих уязвимостей, потому что это закрытый код. Но мы их можем найти в принципе. Я вот почему говорю, что я считаю, что нормальное государство сейчас бы вкладывало бы огромные деньги в работу по поязвимости нейронных сетей. И я гарантирую вам, что если вложили бы одну сотую долю от того, что вкладывают в цифровой концлагерь, если бы это кому-то понадобилось бы, то мы бы имели бы инструмент, который любую нейронную сеть обыгрывал бы в любую игру, в любой ситуации. Поэтому вот мой ответ такой длинный, но первое, повторюсь, что певалам Харари мы не мы. И эта постовка вопроса вообще дикая. Потому что у него есть эти нейронные сети, есть им доступ. И он знает их слабые места, поэтому ему они ничем не угрожают. А нам они угрожают не потому, что нейронные сети сами угрожают, а потому что за ними стоят такие люди, как певал Харари. Следующий вопрос. Михаил Мишустин, это российский премьер, недавно заявил, что к 2024 году, то есть уже получается через полгода, 50% российской экономики будет переведена на искусственный интеллект. Насколько я понимаю, здесь речь идет о сокращении множества профессий. Какие профессии, как вы полагаете, уйдут первыми? Для начала, скажем так, что сам по себе этот условный чайчик людей, а их много таких алгоритмов, их будет больше. Конечно, есть области человеческой деятельности, которые очень, ну, не творческие, скажем так, не творческие. И он может их делать. И я считаю, в этом плане люди, которые, скажем так, занимаются не творческими вещами, где-то придется перестроиться. Ну, например, мы знаем, что давным-давно во многих странах, в том числе в Российской Федерации, пустуют факультеты инженеров. Зато бельком забиты факультеты маркетологов, бизнес-менеджеров и тому подобного. Ну, я сам, я не буду никого... Я очень плотно занимался математикой, но сам учился в свое время на бизнес-менеджменте. Поэтому я могу сказать, что совершенно бесполезно, бесполезное времяпровождение. И большинство людей, которые занимаются корпоративным бизнес-менеджментом, маркетингом, ну, они просто не нужны. Без обид. Можно учиться чему-то творчеству. Это первое. Но, но, если бы все было так просто, если бы просто, вот мы жили в мире, где какая-то конкуренция, и вот чайчик-пяти появился, но я боюсь, что слова, которые вы привели, они о другом, а не о том, что принудительно будут заменяться некоторые профессии. Не потому, что сама профессия не творческая, а потому, что принято такое решение. Например, учителя. Я, например, считаю, учитель, это самая творческая профессия, самая человечная, которая никогда никакой искусственной интеллектации не может. Но никто не мешает правительствам, где-то сказать, а вот мы возьмем и заменим этих учителей. Поэтому ответ у меня двояки. Первая часть ответа, что если вы правда, вот очень простой тест, вот очень простой тест я предлагаю любому человеку, насколько реально ваша профессия творческая, она нужна. Если более чем 50%, или там, допустим, более чем 70% вашей работы может делать чаще пяти, а есть такие работы. Когда люди просто сейчас находят чаще пяти, дают ему задания, он выдает, они сдают на работе и работают. Да есть. Или вы учитесь, сейчас студенты пишут постоянно курсовые. Если вы учитесь, и вы большую часть своей учебной работы можете делать через чаще пяти, вы должны понять, что вы зря время тратите. Вы пустую тратите свою жизнь. Вы должны заняться чем-то более полезным. Станьте инженером, что-то изобретайте, учите, копайте землю, еду выращивать, гораздо более творческая работа. Многие так называемые высокопедиквальные работы. То есть, вот вы просто должны посмотреть, если 5GPT может вашу работу объективно за вас делать, то вам нужно думать о том, что делать. Но я про другой момент скажу, то, что речь идет о вытеснении людей из тех профессий, человечных, творчеств, которые будут принудительно делать. для таких людей я скажу, что вы должны, и я обращусь ко всем, вы должны искать любой способ выходить на тех людей, которые понимают ценность вашей профессии. Ну, допустим, преподаватель, да, это профессия, которую я очень высоко оценю, человечный преподаватель, я считаю, что это вершина вообще, ну, одна из вершин человеческого творчества, потому что он творит людей, для личности. А если такой вопрос, то вы должны искать такие семьи, таких людей, которые ценят такое, выходить из этой системы и обучать детей нормально, не через роботу, да. И также в других системах, то есть, мой ответ из двух частей, первая часть, у вас правда профессия, которая не содержит творчество, ну, думайте, то если вы чувствуете, что вы в такой профессии, которая именно человечная, творческая профессия, и вас будут из нее вытеснять, вы должны выходить из системы, выходить из платформы, я, кстати, много об этом, ну, в последнее время тоже говорил, про платформы, да, что это означает, выходить из них и создавать собственные горизонтальные связи, ни в коем случае не отчаиваться и не бросать ваше дело, только потому, что кто-то решил, что вы лично в том, я. В своем последнем интервью, которое я просмотрела на канале Рубеж, но на платформе Бастион, вы сказали такую вещь, скоро в мире будут настолько страшные новости, что люди начнут сходить с ума. И вот у меня к вам вопрос, что вы имели в виду? Имели ли вы в виду такие ситуации, как вот, например, была вчера с дипфейком Путина, который объявил о том, что на Россию напали ВСУ, вторглись на нашу территорию, и он объявил всеобщую мобилизацию и о своем намерении подписать указ в военном положении? Через несколько часов это опровергли, сказали, что это был дипфейк. Так вот, я сегодня записала видео, в котором сказала, что такой дипфейк можно сделать со всем чем угодно, например, с ядерным взрывом или с инопланетным вторжением. Имели ли вы в виду вот такие вот дипфейки в СМИ, либо вы имели что-то другое в виду, от чего люди могут начать сходить с ума? Да, это, конечно, фраза такая была сказана, но опять же, я наоборот призываю всех успокоиться немножко, несмотря на трудную ситуацию. Моя цель вовсе не в том, чтобы разжигать панику. Я как раз говорю, что люди будут сходить с ума, которые не понимают, что происходит. Я имел в виду, да, и это в том числе то, что элементы психологической войны, они на данный момент отточены, как никогда. мы это видели за последние пару лет, и я боюсь, что мы не видели еще всех инструментов, которые есть. А когда начнут массово поступать типпейки, вы понимаете, что на данный момент скажем, посмотреть видео какого-то события все равно является некоторым стабилизатором. Даже если что-то страшное, то ты увидел, ты понял, да, оно было вот так, потому что Раши больше всего неизвестно. Но вы же понимаете, что усложнение вот этих нейронных технологий, дефеки любого уровня могут создаваться. Соответственно, мы тогда вообще нужно будет иметь очень крепкую психику, чтобы не запаниковать. Я считаю, что это не так, ну, нужно эту крепкую психику обрести. Ну, я, например, человек православный, я считаю, что очень важна вера, чтобы стоять ногами на земле прочно, потому что будет время, когда дефеки будут такие, что вы не будете знать, что реально произошло. И вы будете теряться в догадках. Вот в это время нужно не сойти с ума. Нужно успокоиться и сказать себе, что да, меня предупреждали, что вот это будет. И именно самый страшный элемент это психологический элемент. поэтому, кстати говоря, почему я и начал работать на Бастиона много лет назад, уже 6 лет назад, почти 7 с командой людей, потому что тоже в некотором смысле мы предвидели такое развитие событий в том смысле, что есть люди, то есть что у нас остается для связи с реальностью. Сейчас связь с реальностью частично, ну, с реальностью вне нашего, скажем, кругозора, да, обзора, то, что мы видим глазами сами там пощупать можем наши близкие, что связывает нас с реальностью. Ну, вот мы видим какие-то видео, про видео нам показывают, мы видим видео, и мы понимаем, что это сейчас происходит, да, но скоро этого уже не будет. Скоро вы не будете знать совершенно реально это видео или фейковое, что новые карты NVIDIA, они только что объявили новые графические процессоры, которые будут делать любой сложности вещи. Так вот, в этот момент очень важно иметь людей, которым вы доверяете. допустим, ваши зрители, они вас смотрят, они вам доверяют, да, или там, ну, какие-то другие авторы, вот я тоже, у меня есть блогеры, которых я смотрю, которых я черпываю информацию, до какой-то степени доверяю, они безоговорочно, конечно, и очень важно иметь связь с этими блогерами, иметь какую-то связь. Почему Бастион важен? Потому что в Бастионе там не банят людей, как в Ютюбе. Вот сегодня начались события, раз ваших любимых блогеров забанили, которым вы доверяете, вообще потеряете какую-либо связь с информацией, да, в Бастионе у каждого блогера есть свой ключ, и этот ключ никто не может, ни я, ни разработчики не могут подобрать какой-то ключ. Ключ у блогера, и все, если блогер заводинился, зашел, то это блогер, если нет, то его нет. то есть вам нужно искать способы быть в курсе, быть в курсе, но даже если вас по какой-то причине отрезало, и вы слышите какие-то страшные новости, я еще раз говорю, не нужно ужасаться, не нужно ужасаться, потому что психологическая война идет очень серьезно, и выстоит в ней тот, кто покрепче в курсе. Данил, спасибо, у нас заканчивается время в конференции, очень интересно, как всегда, и я надеюсь, что мы встретимся в ближайшее время, чтобы обсудить другие актуальные вопросы. Да, сделаем ролик для Бастиона про организацию командующего бухта. Спасибо, до свидания. До свидания.